Работа с ресурсами президентской библиотеки осуществляется в стенах нашей библиотеки, поскольку доступ у нас есть к корресному контенту и контент, который закрыт для пользователей. Работа с ресурсами президентской библиотеки осуществляется в стенах нашей библиотеки. Работа с ресурсами президентской библиотеки осуществляется в стенах. Работа с ресурсами президентской библиотеки осуществляется в стенах нашей библиотеки. Работа с ресурсами президентской библиотеки осуществляется в стенах нашей библиотеки осуществляется в стенах нашей библиотеки. Работа с ресурсами президентской библиотеки осуществляется в стенах нашей библиотеки осуществляется в стенах нашей библиотеки. Работа с ресурсами президентской библиотеки осуществляется в стенах нашей библиотеки осуществляется в стенах нашей библиотеки. Работа с ресурсами президентской библиотеки осуществляется в стенах нашей 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 библиотеки. Да, да, да. Откуда все началось? Как биологические изменения? Я закончил презентацию, экономику промышленности. И учили что-то как-то таких, но когда пришел, то зовут. Мне тоже очень бесчеты научили, на них не летим. А я помню, что Тарифор и Трофеликс, ну, 15 рублей. Да, да. Хорошая машина. Стоящее. 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 Мы тоже считали, ну, здесь класс, ну, там все на методике. И в таблице, правда, сказали. А-а-а-а. Даже вот, а-а-а-а. Объем 1 килобайт. Сейчас вот таких объемов, вон, не говорите. Да, да, да. Я тут недавно, вот, поючеку, но, что, ну, когда я пошел работать, потому что есть вот такой. Вот, у нас с вами бесчастье, то есть, весь 6 этаж. Эээ, немало машин. ВТВМ, да. А-а-а. Не мощный, не объем памяти ТВМ, о чем автовый телефон. Продолжение следует... 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 А с онлайн-апланты ЖКХ что у вас стоит с выставлением счетов в электронном виде? Это у нас занимается отдельная фирма, мы занимаемся лишь улучшением качества жизни посредством наведения порядка и чтобы... Мониторинга и принятия мира, чтобы это оперативно... Здесь довольно-таки конкурентный рынок, мы отработаем компания, это центр СБК, это лейтинг-центр, в основной доле. Они действительно конкурируют и по цене, и по услугам. И сегодня у «Краснен» есть возможность оплатить через интернет, банки предоставляют такие услуги, есть возможность оплатить терминальной сети, ну и естественно традиционно на почте или в абонентский фонд. Ну и плюс почта же забирает еще с поставщика в комиссию, но наш районный комплекс, он уникальный, мы его сами разработали и готовы поделиться со всеми, кто желает такой же комплекс себя в субъекте установить. Например, разговаривали с заместителем Жуданова, это министр ЖКХ Московской области, он мечтает как раз о такой системе, но пока также средства не могут найти на создании. Ну когда начнете в системе ЖКХ экономить большие средства, он останется и на этом теме. Система работодателя не будет, но дополнительный дисциплинатный продукт средств. И в каждом районе. Да, и потом все равно сейчас же будет делаться еще в общем федеральном масштабе ГИС ЖКХ, где будут введены все данные и о имеющихся фонде ЖКХ, и о правилах оплаты, и о тарифах. Причем уже в некоторых регионах, где сделали пилотные проекты, сразу же интереснейшие вещи вырезали. То есть в пределах одного города, например, по различным управляющим компаниям, ну когда нас поставляешь в торговые средства, гоняешь, стоимость того же в уборке снега с крышек, в зимой, в 8 раз, ничего. Понятно? Да, разница. Давайте, что здесь в рамках этого проекта, что здесь очень интересует, что здесь очень интересует. Что? Электронный сервис, в нем в образе не граждан. Ну, что мы здесь, с кем-нибудь, это показали. Так, нам гимнасты. Сережа, да. Зайки на портал, нестанк, что снимаете. Зайки на портал. Хорошо. Прошу. Хорошо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добрый день! Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добрый день! Добрый день! Добрый день! Сегодня Кахон запускает все четвертого поколения в Нижнем Новгороде. Как мы знаем, Кахон – это высокотехнологичная компания, и мы поддерживаем это виденство. В сегодняшний день примерно третье жители Нижнего Новгорода будет доступна четвертого поколения. Она характеризуется, прежде всего, высоким скоростью доступа сети до 6000 страны. То есть, наверное, мы не намерены на этом устанавливаться. И до середины года планируем, в общем-то, развернуть, чтобы сети 14 страны был доступен, примерно 60% жителей нашего города. Города или города? Города. Нет, кроме того, мы в прошлом году запустили те четвертого поколения уже в Арзамате и запустили в Дзержинске. Безусловно, так сказать, мы намерены и города, которые расположены рядом с Нижним Новгородом, Бор, Столок, и тоже жители этих городов – это тысячелетично. В принципе, от какого численности расселения сейчас вы вяжете, когда собираетесь разворачивать все четвертого поколения? Ну, вообще, мы твои планы строим от 50 тысяч. То есть, 50 тысяч? Да, 50 тысяч, да. Примерно так. Вот мы строим все твои планы по развертыванию все четвертого поколения. Ну, я скажу, что идея Стринча, которая сегодня работает на бегоходе, дает вполне достаточной скорости. Я бы сравнивать, как пользу мы будем, допустим, то, что получаю здесь и в Москве. В Москве часть хуже, чем в Нижнем, я имею в виду с точки зрения передачи данных, но я могу с смартфона, поскольку я видел, смотрел их в пол. Мы стараемся представлять именно качество. Хорошо. Спасибо. Теперь мы еще раз. Здесь есть какие-то фишки-игрушки, в том числе, а вот характерный шлем. У нас здесь Межкородская массажерная 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 массажерная, которая показывает обычные федичные упражнения. Ну, это, к сожалению, не наши разработки. Но, на самом деле, остановиться нужно вот здесь. Компания Интер, которая в Нижнем Новгороде. Поэтому, здесь же футбол. В России. Здравствуйте. 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 Очень приятно. Операционный директор по России Компания Интер. У нас в Нижнем Новгороде самый большой офис R&D. 615 человек здесь работают. Сейчас мы просто покажем технологии, которые именно разрабатываются не здесь в Нижнем Новгороде. Это 3D-камера, которая впоследствии будет встроена во все оборудование на нашей архитектуре. Саша, можешь показать? Да. Да, то есть мы все привыкли взаимодействовать с компьютером посредством клавиатуры, мышки там, не знаю, еще чего-то. А в последнее время развиваются технологии удаленного доступа, да? Вот если вы руку поднесете, да, только вот, чтобы она закрыла вот этот кружочек, да, вот так вот. А-а-а. Сейчас, сейчас начнется, да. Вы теперь, улучшенные технологии, вы теперь не просто управляете компьютером, вы становитесь частью виртуального мира. То есть вот нужно привезти этих солдатиков, вот, например, да, где можно встать мостиком, можно их там отпинывать куда-нибудь. Не, не, не так близко, чуть-чуть подальше, вот, вот. А-а-а. Надо в зеленую. То есть игры для компьютерных технологий, это своего рода формула-1 в автомобильном мире. И вот вы видели, наверное, эти технологии уже в Kinect, в Microsoft, там, в Xbox. Но размеры этого, вы видите, совсем маленькие уже. И в дальнейшем, в ближайшем будущем мы планируем это просто интегрировать вместо традиционной камеры, вот здесь вот, прямо в линейке. Это будет и в ультрабуках, и в планшетах, соответственно, эти технологии, такой новый метод общения с компьютером можно будет уже использовать в повседневной жизни. Ну, по аналогии я говорю, формула-1, технологии оттуда переходят в повседневную жизнь, и вот теперь из игровой индустрии мы потихонечку это тоже в повседневную жизнь внедряем. Перенося, в принципе, это не будет таким, это будет просто частью... Да, она будет такой же частью, как встроенной частью и в ультрабуках, и в планшетах. Вы играли, пойдемте еще. Да, там еще технологии есть. То есть технология позволяет синтезировать контент, и если вы, скажем, смотрите футбольный матч, и хотите... вам надо уйти. Так. И вы хотите синтезировать с любым устройством, вот, например, с планшетом. Покажи я, пожалуйста. Пусти, пожалуйста. Смотрите, он сейчас распознает... Покажи. 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 Выбрала ботенский? Да, в том числе, где там говорили. Выше школы экономики буквально на днях вот подписаны. Я с Выше Школой подписаю предпочтение на верность в Выше Школы экономики. Кстати, вот сейчас, в последнее время, мы нанимаем студентов, и очень большой процент в Выше Школы экономиков, потому что они очень гибкие с точки зрения адаптивности к нужным бизнесу. Они прислушивают Выше Школы экономики. А откуда беремитесь? Вот 5 основных. Выше Школы, ННЖУ, Политех, и, пожалуй, все. Понятно. А в регионах? У нас есть летние школы. В течение двух месяцев мы представляем рабочие места для интернов, а они в течение двух месяцев с полным покружением работают у нас. Так вот, у нас есть люди из Волгограда, из Уфы. То есть, я бы сказала, не регион, а вообще другие города. Спасибо. Пожалуйста. Помогают нам на рекламу. Уфы. Уфы. Очень популярная. Уфы. 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 Уф. 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 Это металлические доллары и евро. Так вот другие монетки в следующий раз. Да, другие монетки, но в общем-то это законы физики. Многие законы физики у нас в Музеях. Могут позволить лучше понять нашу вселенную, нашу миру. Спасибо. На предыдущем сцене вы видели нашу замечательную консоль Xbox 360, где люди могут играть всей семьей и развлекаться. Сейчас мы хотим сказать, что Xbox это не только игровая консоль, в которую можно играть, но и целый медиа-центр, с помощью которого можно использовать широкий круг. К примеру, мы можем управлять консолью с помощью мобильного телефона или планшета. И управление это не все. У нас есть множество замечательных наших приложений. К примеру, Internet Explorer, облачное хранилище OneDrive, YouTube, куча всевозможных видеоканалов, с помощью которых мы можем просматривать видео, читать новости, открывать наши документы и просматривать их на телевизор, или уже на диване, управляя, допустим, мобильным телефоном либо планшетом. То есть, мобильный телефон после этого превращаете в путь? Мы объединили все наши платформы в единую экосистему. Соответственно, компьютер, планшет, силикон, игровая консоль, все завязано на одной платформе и все имеет единое управление и единую структуру. Соответственно, игра, в которую я играл на телефоне по дороге в метро на работу, я могу продолжить ее в планшете в обеденный перерыв, либо придя домой, открыть ее на Xbox и продолжить какие-то простые игры, играть единые. проходить, накапливать общие очки. Также я могу открыть какой-то документ и поработать на нем в планшете, придя домой, сесть на диван и открыть этот документ на большом экране. И этот документ откроется на том же самом месте. Конечно, возможностей очень много, но самое основное, это, конечно, наш замечательный Kinect, с помощью которого мы можем управлять вообще без какого-либо девайса, без контроллера, без планшета, без всего. Просто махав ему рукой, у нас появится курсор, к сожалению. А решение он? Да? А решение... Игровой, это интересно, давайте пойдем... Давайте, да, покажем наш... У нас фабрика. Коллеги, пожалуйста, пожалуйста. У вас ученики, у нас фабрика. Мы представляем два решения. Это оптимизированная система обеспечения деятельности в ВАЗе. Главные функции – это органайзер, напоминание, то есть стандартный календарь с привычным планом реализации, который содержит как личные события руководителя, так и информацию по заседаниям, с повесткой, по вопросам, документы, участники и так далее. Есть модуль, представляющий новостную информацию, можно конкурировать с любыми способами информации, в том числе и в индустрии. Есть модуль приема, в котором можно просматривать поступавшие руководители звонки. Новостная информация, она каким образом у вас заполняется? В данном случае работает наш новостной агрегатор, но при необходимости можно использовать... Он фильтр, куда выставляет подбор информации или как? Это по требованию руководителя, то есть в данном случае это фильтр. Может быть мониторинг СМИ, благосфера, то есть поиск специализированной нормы. В ручную или автоматическую? Автоматическую, с модерацией обязательно. Модерация? Модерация осуществляет сервис. Еще есть модуль поручения, который позволяет мониторить получение руководителя. Группированные так называемые накладами. Статус поручения, исполнитель, отчет, формат. Это решение системы обещания. Еще у нас есть решение системы мониторинга. И мы можем спросить, что здесь есть. Была разработана комплексная система показателей. Здесь вы видите Московский область. В данном случае мы видим конфликтованность среди медицинских персоналов. Информация предоставляется на все основы. Для обычной визуальной оценки ситуации. Декратно мы видим эту проблемную зону. Таким называемым. Мы можем посмотреть информацию по конкретному району. Еще одним важным элементом предоставления информации у нас являются дополнительные аналитические отчеты, которые вы готовите на медицинском. И важный средств для данных объектов. Можно наглядно посмотреть состояние у нас в этом объекте, его паспорт, фотоэффективу, если она есть. И если установлены камеры видеонаблюдения, то есть как на нас в проектах делали на стройку. День добрый. Очень долго. Я занимаюсь инновациями, все переобразованием. На композиции мы писаем несколько вариантов оборудованных для образования. В частности, интерактивный стол. Но этим уже не удивить, наверное, удивить только можно начинкой. Этот стол нужно использовать от дошкольного до институтского возраста. Он очень емкий. Кроме того, на заднем фоне вы видите у нас дисплей, который позволяет отновременно работать. Я знаю, что этим тоже не удивить. Это распространено. Но недавно в России стали завозить лабораторию Паска. Так вот, лаборатория, созданная как раз для образовательной сферы, для кабинета физики, химии. Вот это уже инновация. Потому что подход, с которым пришли создатели данной лаборатории, он очень интересен. Широкие возможности, широкий набор датчиков, точность измерения. То есть школьник уже на этапе обучения смог бы с помощью этой лаборатории сделать любые измерения, любые исследования для того, чтобы понять, как это работает, как это вообще существует. То есть у вас собственные разработки приложений для... Приложений, но мы являемся продавцами новой техники. Мы ввозим ее и пытаемся, чтобы в учебных заведениях эти вещи поняли, осознали, научились на них работать. Ну, соответственно, применяли в обучении. В отличие, Министерство образования у нас здесь. Я буду рад, если они заинтересуются, мы все подробно расскажем. Спасибо. Спасибо. Как мы можем дорожить или дома? Да. Я не разрушаю, что это в данном случае. Мы по выбору мы сейчас консервировали документы юридические, для царственных структур. По юридическому лицу основаны на области платформы, то есть полностью обеспечения бизнеса на сословленную рабочую местность, для услуги, для малого бизнеса, для средств, для крупного бизнеса. Для государственных структур, ну, сейчас в онлайне у нас проект, направленный на безопасность существования жизни. То есть мы начали с доходной части этой фиксации нарушений. Сейчас проект практически не пришел. 7 из 2 рубежа автоматированного города Нижнего Новгорода. Мы совместно с ГИБДД отшеляем рассылки постановлений. Около 100 тысяч постановлений уже направлено нарушения. Нарушения? Камеры будут в пользу завершения проекта, будут переданы на баланс-дорс. А сейчас они... Сейчас в процессе реализации ростелеком финансов. То есть камеры ставят ростелеком, а каким образом убивает экономичность?